Знакомьтесь, теперь это Титов-Арена. Прежнее название дворец зрелища спорта уже история. Реконструкция только набирает обороты. Сейчас рабочие, говоря профессиональным языком, раздели здания практически до каркаса. В ближайшее время обещают разобрать потолок весом около 120 тонн, который, по мнению спасателей региона, вызывал больше всего вопросов по противопожарной безопасности. Плюс у нас сегодня, кроме, если вы видите, демонтажа стульев, кресел, по полю, если брать, очень устарела и пожарная сигнализация, и подача тепла, и воздуха. Это очень большие, скажем так, потери были. Поэтому мы сейчас это демонтируем и будем делать современный, технически современный дворец спорта. Титов-Арена, рассказывают все те же строители, будет отвечать всем требованиям континентальной хоккейной лиги. Глобальных изменений масса. Так, вместимость с почти 4 тысяч мест увеличится до 4,5, появятся новый борт, современные сидения, местоположение сменят вип-ложи и раздевалки, установят современный свет и мультимедийный куб с видеоповторами. Мы для себя сроки поставили, чтобы открыть там, как мы уже заявляли ранее, первый международный турнир, который пройдет у нас в Алтайском крае по студентам. То есть это первая неделя октября. Забудьте о кассах, которые установлены на улице, их снесут, перенесут в само здание, оборудуют парковку, возможно появится фонтан. Сам фасад тоже ждет изменений, правда пока их держат в секрете. Скорее всего с лицевой стороны здания закрепят экран, где будут вести трансляции. Теперь же о самом зрелище. Название Алтай тоже уже часть истории. У клуба появится дополнительная приставка «Динамо». Вот только мнение болельщиков и историков здесь почему-то не учли, решили в кулуарах. Ну а подождите, ну хорошо, в футболе есть «Динамо», есть «Динамо» и путаница, но тоже частично путаница. Ну и пусть. Новую страницу алтайского хоккея будет создавать тройственный союз. Это представители Краевого министерства спорта, бизнеса и общества «Динамо». Последние, как известно, управляют одноименным футбольным клубом в Барнауле. За 50 лет под этим брендом команда лишь раз поднималась рангом выше. Откуда же из треска мыв вылетело обратно во вторую лигу? На очереди развитие хоккея. Именно на это нацелено как раз вот создание на настоящем этапе вот этой некоммерческой организации, имеющей целью прежде всего с началом поднятия флага основной команды, которая бы являлась флагманом для и студенческого хоккея, и для детско-юношеского спортивной школы. У команды «Динамо» обновят цвета, форму, талисман, заодно тренерский штаб. В роли главного тренера выступит Александр Русачев, который параллельно останется также в роли главного тренера студенческого клуба с точно таким же названием. Помогать ему будут известные в прошлом хоккеисты Юрий Десерт и Евгений Бакланов. Кресло директора займет бывший сотрудник Министерства спорта Руслан Чайкин. Мы потом еще соберем пресс-конференцию, презентуем новую форму и дизайн формы. Мы это видим на что-то такое более темное, да, то есть в таких тонах темно-синий, как «Динамо», но только вот более темные тона. Озвучили бюджет будущего клуба. Это 55 миллионов региональных поступлений и 20 из бизнеса. Задача быть в призерах. То, чего так долго ждали тысячи болельщиков, кажется, начинают сбываться. Осталось совсем немного. Осенью обновленный клуб в обновленной арене возьмет старт в новом сезоне. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. День с толком.